Исторические формы социальной организации общества Итак, социальная организация общества – это установленный в обществе социальный порядок, а также деятельность, направленная на его поддержание или приведение к нему Давайте рассмотрим сначала архаичное общество Архаичное общество появляется тогда, когда появляется человек 200 тысяч лет назад И это общество просуществует до третьего тысячелетия до нашей эры Архаичное общество существовало в виде общины, родовой общины Это были люди, имеющие кровное родство Чаще всего в родовое общине было примерно 30-50 человек Нулевая ценность индивидуальной значимости была в это время Люди жили общиной, они могли выжить только общиной И каждый отдельный человек ничего не значил Поскольку в это время не было института брака, то только мать знала, где ее потомство Родство определялось только по матери, поэтому значимость женщины была очень велика В это время существовал матриархат Давайте рассмотрим экономику архаичного общества Экономика была присваивающая, люди занимались охотой и собирательством Добывали пищу все, и мужчины, и женщины, и дети, и старики Но мужчины выполняли более тяжелый труд, женщины и дети более легкие, и старики то, что могли Но распределение продукта происходило ровно по тому вкладу, который вносился каждой группой Эта экономика очень сильно зависела от природы И над людьми очень часто нависала угроза голода и угроза перенаселения Потому что иначе еды бы не хватило И в архаичном обществе практиковались страшные вещи, такие как геронтоцит и инфантицит Уничтожали детей, уничтожали стариков Если умирала мать, то об этом ребенке позаботиться было некому Такого ребенка уничтожали Старики, которые уже не могли приносить пользу обществу Отселялись в ожидании просто голодной смерти В архаичном обществе власть принадлежала общему собранию Это действительно была демократия Главой рода становился лучший среди равных То есть человек, который обладал какими-то достоинствами В это время отсутствовали законы, но нужны были какие-то правила, которые бы регулировали жизнь общества Эти правила существовали в виде устных каких-то постановок И чаще всего это были запреты Или система табу Современные ученые говорят, что никакой рациональности в табу не было Запрещали нельзя просто потому, что нельзя В то время существовал уже принцип Толиона Это современное понятие, которое означает равное возмездие То есть равное за равное, око за око, зуб за зуб, кровь за кровь Но в то же время, несмотря на существование принципа Толиона Существовало два нравственных империтива, которые не нарушались никогда Это были однозначные табу Нельзя было убивать мать и братьев И нельзя было брать в жены мать и своих сестер Если какой-то член общины нарушал эти два табу Он однозначно подвергался астракизму Его изгоняли из общины, а это означало верную смерть Примерно пять тысяч лет назад наступает период аграрной цивилизации Или аграрного общества В это время экономика была основана на сельском хозяйстве А значит полевые работы Полевые работы требовали сильного мужского плеча И поэтому значимость мужчин очень сильно возрастает Начинается эпоха патриархата Те семьи, в которых было больше мужчин Получали больше урожая И значит у них накапливался излишек В это время возникает имущественное расслоение А имущественное расслоение в итоге приводило к социальному расслоению Те люди, у которых было больше богатства, получают больше власти И в конце концов в третьем тысячелетии до н.э. общество разделяется Вот на такую пирамиду Есть люди, которые не работают, но получают Это аристократия, есть общинники и есть рабы Когда закончится рабовладельческий период и наступит эпоха феодализма Пирамида немного упростится Появятся феодалы, которые владеют землей И крестьяне, которые на этой земле работают Аграрная экономика была основана, естественно, на сельском хозяйстве Это была экономика пропитания Излишков много не было Экономика основывалась на натуральном хозяйстве Хозяйство само себя обеспечивало И происходило перераспределение продуктов Была достаточно большая прослойка людей, которая не занималась производством продукта Но продукт в итоге получала В 16-17 веках начинается индустриальное общество В это время формируются национальные государства И появляются у людей политические права Если раньше государство существовало ради общества То теперь государство существует ради личности Теперь мы с вами говорим о ценности каждого человека Люди получают права, потому что каждый человек это избиратель А в это время появляются парламенты Почти в каждой стране происходит образовательная революция Нужны были грамотные люди, квалифицированные рабочие Если раньше грамотой обладали только духовенство То теперь все население становится грамотным И в каждом государстве формируется национальная система образования Растут доходы, появляется свободное время И становится больше товара Теперь работают заводы и фабрики И в мире формируется новое понятие Общество потребления Мы с вами покупаем новые джинсы Не потому что у нас вышли из строя старые А потому что так модно Кто нам это сказал? Нас убедили, что нужно поменять старые джинсы на новые Это и есть общество потребления Сначала нужно было накопить Потом нужно было приобрести А потом самое главное Нужно было показать, что у меня это есть Так появляются стиль рококо и стиль барокко Когда все было пышно, украшено Нужно было показать свое богатство Общество в это время делится на две категории На буржуазию, те кто владеет средствами производства И пролетариат, те кто работает Индустриальное общество Это общество, где развита промышленность Заводы и фабрики концентрировались в городах Значит, растет роль городов Начинается урбанизация На заводах и фабриках работают станки Это машинное производство И экономика начинает жить по рыночным законам В 20 веке наступает эпоха постиндустриального общества И в 20 веке оказалось, что то привычное нам деление уже не работает Нельзя делить общество на рабов и рабовладельцев Феодалов и крестьян, буржуазию, пролетариат Это неправильно Американский ученый Ллойд Уорнер Разрабатывает новый подход к делению общества Он выделяет страты Сначала их было выделено шесть Но потом он добавляет еще седьмую прослойку И мы с вами получаем следующие страты Высший-высший слой, высший-низший слой Средний-высший слой, средний-средний слой и средний-низший слой Низший-высший и низший-низший Итак, высшие страты Высший-высший слой – это аристократы по крови Это были очень богатые люди Люди, которые из поколения в поколение передавали свое богатство У них была в руках политическая власть Это несколько богатых семей Америки Ученый был американец Высший-низший слой – это тоже очень богатые люди Но это люди, которые разбогатели за время только своего существования Например, звезды спорта или эстрадные звезды Они очень богатые, но у них нет политического влияния Средний класс – это основа общества Средний-высший класс – это высокооплачиваемые профессионалы Это адвокаты, врачи Они по уровню жизни очень похожи на высший класс Но у них нет возможности купить замок или яхту Средний-средний класс – это среднеоплачиваемые профессионалы Это преподаватели вузов, это учителя, это программисты Чем больше в обществе среднего-среднего класса, тем общество стабильнее Средний-нижний класс – это квалифицированные рабочие Низший-высший класс – это малоквалифицированные рабочие, которые в основном свой доход тратят на продукты питания У них очень своеобразный досуг, они в основном смотрят телевизор, используют ненормативную лексику Низший-нижний класс – это попрошайки, бездомные, то, что мы называем социальным дном Постиндустриальное общество основано на сфере услуг В это время происходит деурбанизация, когда люди предпочитают жить в тихом пригороде Люди работают с помощью компьютера, и в это время очень сильно возрастает значение интеллекта, знаний Давайте вспомним основные положения нашей темы Социальная организация общества сменялась от архаичного к аграрному, затем к индустриальному и в итоге к постиндустриальному Архаичное общество базировалось на присваивающей экономике и системе запретов Аграрное общество было сословным Индустриальное общество принято делить на буржуазию и пролетариат Постиндустриальное общество принято делить на страты Для закрепления нашей сегодняшней темы давайте попробуем определить тип общества по схеме социальной структуры Итак, схема король, герцоги и графы, бароны, рыцари, крестьяне Это схема аграрного общества, феодального общества, когда у нас есть феодалы и крестьяне Индустриальное общество это дворяне, буржуазия Буржуазия крупная, средняя, мелкая, рабочая, квалифицированные, неквалифицированные Это схема индустриального общества И постиндустриальное общество это страты, средние слои, элита, нижние слои и маргиналы Давайте попробуем определить тип общества, описываемого в историческом тексте, и назвать характерные черты этого общества Итак, Господь повелел простому народу явиться на свет, чтобы трудиться Эта мысль относится к понятию аграрного общества И признаками аграрного общества являются сословность и сельское хозяйство Давайте попробуем соотнести термины и определения Итак, матриархат это общество, в котором лидирующая роль принадлежит женщине Табу это система запретов Патриархат это общество, в котором лидирующая роль принадлежит мужчине Талион это равное симметричное возмездие Страты это элемент социальной структуры На этом я прощаюсь с вами, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok